Сама книга, складенная достаточно цикава, она говорит как бы про одно и тое, и часто про одних и тысяч людей, и эти имена повторяются десятки разов, но из разных боков, в официальных паперах, в свечениях родных и свояков, в вспоминах знакомых, супрацовников, того же Алкаева, например, в администрации. И вот это, как бы, таки танец смерти, который идет на одно место, и ты просто конкретно, когда уже в его власть, то выйти из его достаточно тяжко. И эта книга имеет такое феономагичное воздействие, и когда вчера Светлане Алексеевичу дали Нобелевскую премию, что, как бы, задело голову всем, и мне так само, и я целый день, вчера, как бы, только на разных узровнях, там, эмоциональности, анализу некого, твумаченьев, значит, только про это думал и сказал, то я весь раз вертался так само и до этой книги, по документальной прозе, которую пишет Светлана Алексеевичу по своим духу и по форме. Я на чем-то напоминаю вот эту книгу, хотя, конечно, авторы разные, и повторить одно и то же, вернее, тяжко. Тем не менее, минавито творчести той же Светланы и Василя Быкова, Леся Домовича, мы саправды бачим вот этот великий гуманизм, який перечит в принципе разумению и, как бы, судности смерти. Вот мне подается книжка, которая является ишедной такой доказом и фактичным документом про то, что такое смертное покарание, и чему его не повинен быть в Беларуси. Какие еще есть эффекты этой книжки? Это наближение, наближение, як бы, этих людей, яке, ну, пералишивается у сухих лижбах. И одна справа, когда мы говорим, что в Беларуси там за 20 годов расстреляли больше 300 человек. Другая справа, когда мы бачим конкретное прозвище, а потом конкретные лесы, а потом родных и свояковых этих людей, а потом проблемы, которые возникают под часу всякого этого процесса, и самого суда, и умого утромания приговоренных до смерти на покарание, и выполнение расстрела, и, наконец-то, безменных похоронений, когда человек просто возникает. И все. Было интервью с Алкаевым, хотя и читал я эту расстрельную команду, но каждый раз этот дядька, и он выдает, достает со спрата своей памяти что-то новое. Меня особливо уразили в этой выпадке, когда он рассказывал, как люди спробовали избегнуть безыменности. И в каких выпадках он описывал Менску, когда в одной камере на одной вероцей повесились двое человек перед выкананием смеротного покарания. Когда они сами сошли из жизни, значит, их тело отдали своякам. И наступная история, когда он вспомнил из Казахстана, когда человек, который пытался добиться, передали это ягонное тело своякам, и Алкаев ему сказал, что нет, но только когда самогубство тогда. И он худенько это сделал, и написал записку короткую спасибо за совет. И мне хотелось, чтобы все-таки наше намагание и голос белорусского громадства был почутый, и смеротное покарание в Беларуси было в реште обменено.